Деловая среда. Чувашия вошла в топ-20 в инвестиционном рейтинге страны. Вопросы ТКО в Цивильском районе устанавливают новые контейнеры. Лужечку за маму. Правительство России совместно с Госдумой разработало законопроект о горячем питании для детей в школах. В Санкт-Петербурге продолжает работу Международный экономический форум. Самое ожидаемое событие региональной повестки – результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов. Инвестиционный рейтинг, оценка бизнеса и большинство регионов, группы лидеров не опустились ниже прошлогоднего топ-20. Чувашская республика на 11 месте. В первой тройке Москва, Татарстан и Тюменская область. Эксперты говорят, что конкуренция среди регионов растет. Войти в 20-ку лидеров – непростая задача. В рейтинге лучших только 4 субъекта ПФО. Есть в структуре рейтинга показатели, которые как раз говорят о прямом диалоге, открытом диалоге между бизнесом и властью. Предприниматели привыкли уже к регулярным встречам, инвестиционным советам, достаточно оперативному решению вопросов. Но опять же мы смотрим, если в течение года это не отрегулировано, значит губернатор пока не видит это как ключевой своей задачей. Это, конечно, сказывается на оценке со стороны бизнеса, потому что теряется вот это доверие. Очень важны и анализы, и результаты тех регионов, которые резко поднялись в рейтинге. Мы внимательно анализировали, за счет чего это произошло. Это когда региональная команда долго и тщательно работала по улучшению среды. Регионы всерьез начинают заниматься малым бизнесом. Вот у нас малый бизнес стал таким, работа с малым бизнесом, драйвером в рейтинге. Эксперты опросили более 400 тысяч бизнесменов по всей стране. Предприниматели отметили, что качество деловой среды улучшилось. Стало проще подключиться к электросетям, оформить документацию на строительство, получить кредиты с минимальными процентами. Результаты рейтинга отражают работу властей на местах. И мы, конечно, понимаем, что того, насколько люди верят губернатору, верят его команде, насколько они надеются на него. Потому что большой блок вопросов, это вопрос, связанный с ожиданиями. Это даже не то, что уже какие-то только вещи, связанные с счетными показателями. Это еще и ощущения. Вот в данном контексте для нас крайне важно, чтобы с одной стороны эти ощущения предпринимателей менялись в лучшую сторону, и второе, чтобы управленческие команды были мотивированы создавать такие ощущения. Вот мне кажется, рейтинг, задача главная была в этом, и она состоялась. Но важнее всего даже не места в топе 20. Итоги рейтинга – это повод перенять лучшие практики развития бизнеса. Это то, что появляется набор практик, которые сегодня можно оперировать, переносить. Тоже взять стройку нашу, подключение или получение разрешения настроиться от 40 до 200 дней. То есть это огромный разрыв. Михаил Игнатьев отметил, что поддержка бизнеса для правительства республики – приоритетная задача. Это подтвердило и очередной рейтинг. На протяжении многих лет регион не опускался ниже группы лидеров. Мы встречаемся на разных площадках, обсуждаем разные проблемы предпринимателей и стремимся всегда разрешать максимально эти вопросы. Когда регионы на системной основе эту работу наладили, выстроили соответствующие модели, сложно динамике потянуться. Мы как раз по Волжи наладили межрегиональное, достойное сотрудничество. Ездим, изучаем лучшие практики. Эти лучшие практики внедряем. Зачем нам изобретать новый велосипед, так скажем, как в народе говорят. И будем дальше двигаться. Еще одна важная задача для регионов – повышение производительности труда. Российская Федерация перенимает зарубежный опыт. Среди участников форума и руководителей иностранных компаний, которые занимают лидирующие места в рейтинге эффективности. Сегодня с представителями бизнеса встретился министр экономического развития страны Максим Орешкин. Инвестиции, опять же, это и работа внутри страны, так же и работа, конечно же, с международными партнерами. Здесь у нас, слава богу, из Германии, из Швейцарии все в порядке. У нас большое количество немецкого и швейцарского бизнеса работает в нашей стране, активно инвестирует, без грамотного управления, без того управления, которое может выстраивать процессы. А здесь у нас, конечно, России нужно подтягиваться очень активно, и поэтому именно в этой сфере мы сделали один из ключевых акцентов. Повышение производительности труда – национальный проект. Чтобы реализовать задачи майского указа, в республике предусмотрели более 2 миллиардов рублей. Глава региона отметил, что от работы экспертов центра компетенций ожидают большого эффекта. А именно на производстве правильно помогают организовать любое производство. Технологические линии как должны стоять, начиная от АЯТОЯ. И первые примеры очень хорошие, на 20-30% уже производительность труда увеличивается. Это о чем говорит? Это говорит о том, понимание у всех есть, и команда работает на результат. За три года производительность труда должна повыситься на более чем 50 предприятиях региона. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Санкт-Петербурга. За результатами национального рейтинга состояния инвестиционного климата следят не только в регионах. Руководители организаций, связанных с поддержкой бизнеса, считают перемещение на 11-ю строчку дополнительным стимулом развития Чувашии. Я думаю, что сегодня для республики это очень большое достижение. Там многие крупные регионы с миллионами и миллионами жителей и тысячами предприятий стоят ниже по рейтингу. Все вокруг Москвы, многие центральные регионы тоже не вышли на такие уровни. Поэтому я думаю, что и бизнесу в Чувашии и руководству надо, правда, сейчас не расслабляться и всячески идти вперед с базы созданных. Ведь республика-то выросла на самом деле, показатели улучшились, но кто-то улучшил их больше. И чем выше рейтинг, тем сложнее продвигаться вверх. Да, это всегда так. Поэтому я думаю, что тот опыт накопленный, который есть у республики, нужно просто обратить внимание, за счет чего другие регионы росли быстрее. И в следующем году вернуться в десятку, это вполне реально для Чувашской республики. Что касается Чувашской республики, вы знаете, мы неоднократно проводили стратегические сессии, будем продолжать проводить по малому и среднему предпринимательству. И самое главное, что те проекты, которые мы в Чувашской республике приняли в периметр корпорации, из них 85% были успешны. Это важно. 11 место действительно это достойное место для республики, потому что с момента формирования или введения этого рейтинга Чувашская республика всегда в числе лучших, лучших 20 регионов Российской Федерации. Но если посмотреть этот список, то в текущем году мы в числе лучших трех регионов Приволжского федерального округа. Также, конечно, необходимо отметить, что возглавляют такие сильные регионы, это рейтинги, это Москва, Тюмень, Татарстан. Но, соответственно, исходя из этого, нам придется конкурировать, приходится или мы конкурируем с такими сильными регионами, которые, в общем-то, имеют преимущество и в части географического расположения, и историческое преимущество. Наша задача не только просто быть в числе лучших регионов по инвестиционной привлекательности, наверное, а наша основная цель – это привлечение инвестиций именно в экономику республики. Правительство России разрабатывает новые механизмы взаимоотношений с регионами. Это предполагает прямой открытый диалог с федеральным центром. Подробности в нашем материале. Развитие региональных экономик – приоритетная задача, выполнить которую можно только объединив усилия. Это хорошо понимают и на федеральном уровне, и в субъектах. На встрече с президентом России министр экономического развития особенно подчеркнул важность стимулирования местной промышленности. Вся экономика у нас, конечно, находится в регионах. Каждый регион уникальный, и здесь ведем такую системную работу. Мы детально сейчас прописываем по рынку труда, по инвестициям, текущее состояние и то, к которому нужно прийти к 2024 году. И смотрим на те конкретные меры, которые в регионе нужно сделать, чтобы этих цифр достичь. На развитие реального сектора экономики сконсолидированного бюджета в 2018 году направлено 10,8 миллиарда рублей. Сформирован фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. Здесь аккумулированы солидные региональные средства – почти 2 миллиарда рублей. Фонд выдает организациям льготные займы и финансирует строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Уже оказана финансовая помощь чебоксарскому предприятию «Сеспель» и инструментально-экспериментальному заводу. За счет средств фонда строится сеть водоснабжения и дорог для тепличного комплекса «Новочебоксарский». В Канаше работает территория, опережающая социально-экономическое развитие. Это дает возможность создать здесь новые рабочие места, развить новые виды деятельности и производства. А для предприятий и предпринимателей, которые становятся резидентами, появятся налоговые преференции для реализации проектов. Республика всегда детально прорабатывает программы и проекты, реализуемые во взаимодействии с российским правительством. Кстати, во время своего визита в Чувашию министр промышленности и торговли Денис Мантуров уже говорил о том, что надо сделать в первую очередь. Здесь нужно посмотреть, как обеспечить вам поддержку по экспорту и в части создания, например, авториальных парков, в части с рубежом. Так, раз, значит, как раз компенсация затрат на логистику, на сертификацию на своем уровне на зарубежных рынках. Теперь вертикальные связи выйдут на новый уровень. Вот как прокомментировала решение в отношении Чувашии вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова. Это исключительно для того, чтобы продвигать интересы республики на федеральном уровне. В принципе, республика достаточно хорошо развивается, и если такими темпами будет это все происходить, я думаю, что те показатели, которые согласованы, будут достигнуты. Одной из главных тем Питерского экономического форума была новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Первое заседание рабочей программы, которое провел министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, было посвящено мусорной реформе. Чувашия в числе первых регионов подключилась к процессу. Отвечая на вопросы журналистов ТАСС, глава республики Михаил Игнатьев отметил, началась планомерная работа по оборудованию площадок для сбора ТКО. За счет бюджета региона планируют закупить около 7 тысяч контейнеров. В ряд муниципалитетов Чувашия уже завезены современные контейнеры. Сегодня специалисты Минстроя и Республики побывали в Цивильском районе, чтобы проверить качество работы. В деревне Михайловка к прибытию контейнеров подготовились заранее. Площадка на улице Чапаева оборудована в соответствии с пожеланиями жителей и рекомендациями Минстроя. Напомним, глава Чувашии поставил перед муниципалитетами задачу в кратчайшие сроки завершить обустройство мест накопления ТКО. Сегодня таких площадок более 13 тысяч. Дополнительно требуется обустроить еще 5 тысяч. В этом году из республиканского бюджета органам местного самоуправления направят почти 87 миллионов рублей. 6900 контейнеров. Одно момента привезти, конечно, невозможно. И, естественно, это будет живой процесс, ежедневный процесс. По мере создания площадок будут приезжать автомобили, которые будут привозить по 100-15 контейнеров. И будут постепенно заполнять населенные пункты этими контейнерами и, соответственно, создавать условия. В Рындино контейнеры привезли новые, но площадка оказалась не совсем подстать. Обещают, что ее приведут в соответствии с нормами в ближайшее время. В районном же центре большая часть площадок, 59, уже действуют. Не хватает еще 10. Средственно, их оборудование получены. Будут установлены новые контейнерные площадки в частном секторе. Оттуда поступают в адрес городского поселения сообщения о необходимости установки новых площадок. Ввиду того, что крупногабаритные контейнеры, восьмикубовые, это уже устаревших. Установка контейнеров – это первая часть большого плана перестройки системы обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2024 году в Чувашии построят три мусороперегрузочных станции с элементами сортировки. А к 2030-му рекультивируют все 13 свалок. Первый форум общественных советов нашей республики прошел сегодня в Чебоксарах. Для чего собрались те, чья задача доносить мнение жителей до власти? Об этом расскажет Ольга Пырочкина. Если жителям города, села или деревни не все равно, к примеру, какую улицу отремонтируют в первую очередь и где разобьют парк, они готовы высказывать свое мнение и нести ответственность за свои решения, это уже гражданское общество. А общественные советы – это его инструмент. Сейчас общественные советы есть уже во всех муниципалитетах республики. Вот пример хочу. Вот с несанкционированной салки в городе Чебоксары. Администрация сразу же откликнулась на обращение. И территория была приведена в порядок. Еще один пример. Город Ядрин стал победителем всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Теперь благодаря гранту преобразится одна из улиц. В Российской Федерации уже два года существует программа поддержки малых городов. И вот мы как раз под эту категорию очень хорошо подходим. И в прошлом году, получается, мы такое приняли решение с нашими людьми. Почему нам не по поводу поучаствовать? Мы выбрали улицу Комсомольска. С чем она улица хороша? Потому что нам много находится исторических паников. Чтобы подобных побед инициативных граждан было больше и собрали форум общественных советов. Для того, чтобы получить финансовую поддержку, нужно грамотно подать идею. Основная проблема по проектам просто мы их еще не научились делать правильно. Потому что проект это комплексное мероприятие, которое должно быть оформлено соответствующим образом. Для того, чтобы, например, получить поддержку в фонде президентских грантов. Теме правильной подачи проектов и оформлению документов посвятили дискуссии круглые столы. Впрочем, скоро на помощь общественникам должны прийти и профессиональные кадры. В ближайшее время мы будем расширять аппарат общественной палаты. И два, удастся три человека, будут сопровождать вас в подготовке, в реализации тех проектов, которые вы планируете реализовывать по своим направлениям. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика. Правительство России совместно с Госдумой разработало законопроект о горячем питании для детей в школах. Предполагается, что часть расходов понесет в федеральный бюджет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минпросвещения. О необходимости вести в школах полноценное и сбалансированное горячее питание премьер-министр Дмитрий Медведев говорил во время отчета перед Госдумой в апреле. По словам председателя правительства, нормы питания школьников должны соблюдаться в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам. Поводом послужили обращения из некоторых регионов, где школьное меню для льготных и нельготных категорий детей разнится. Например, одни получают кашу, другие – котлеты с гарниром. Как сообщили в Управлении образования Чувашии, в чебоксарских школах никакого разделения нет. Все дети, независимо от того, имеют они льготы на оплату питания или нет, получают одинаковые блюда. Почетные звания заслуженный работник социальной защиты населения Чувашии присвоили сегодня лучшим сотрудникам сферы. Торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику социального работника, состоялось сегодня в Дворце культуры ЧГУ. Я люблю тебя жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Я люблю тебя жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Их гимн такой же благородный и светлый, как и профессия социального работника. У этих людей благородная миссия – первыми подавать руку тем, кто оказался в беде, и всеми силами помогать решать проблемы. Сегодня мы чествуем социальных работников. Это профессиональный праздник сотрудников домов, представил их приютов, революционных центров, интернатов. Праздник тех, кто выполняет очень непростую, но исключительно важную работу. Работу, которая необходима и востребована нашими гражданами. Почти 6 тысяч специалистов в Чувашии работают в социальной службе. На торжественном мероприятии чествовали лучших. За многолетнюю добросовестную работу и особые отличия присвоили почетные звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашии» и вручили другие ведомственные награды республиканского и российского уровней. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Остался в памяти. Исполнилось 70 лет со дня рождения режиссера, заслуженного деятеля искусств, народного артиста нашей республики Николая Корчакова. В голубом фойе Чувашского драматического театра прошел вечер памяти. Родные, коллеги и почитатели таланта именитого режиссера. Фойе театра в этот вечер переполнено. Николай Корчаков за более чем 40 лет работы поставил огромное количество спектаклей. Ему удалось создать образы, которые вошли в историю национального театра, как эталоны. Многие, например, до сих пор помнят образ Мити из комедии Чабанова «Цетушка Праски дочку замуж выдает». Николай Корчаков широко известен театральному миру не только в Чувашии, но и в республиках Мариэл и Коми. В Сыктывкаре с 2005 года он был старшим режиссером академического драмтеатра имени Савина. Его постоянно приглашали в Ешкар-Алу, где в Марийском национальном театре он поставил несколько удачных спектаклей. В том числе классикам «Свадьба с приданным» «Любовь и голуби». С ним на сцене было очень легко, потому что он в жизни очень добрый человек. И на сцене он такой добрый человек был, и вот эта доброта передавалась. И как режиссер он был очень добрый, и спектакли получались у него добрые, народу очень нравилось. Потому что если лирический спектакль, он такую лирику выпускал, а если комедия, то такую комедию хорошую, чистую комедию выпускал. Все спектакли у него получаются смотребельные. Почему? Потому что он не тащит актеров за собой, а наоборот через актеров вытаскивает спектакль. Итоги получаются, хозяин всего спектакля – актер. Режиссуры будто бы ее нету там. Вот это самое главное профессиональное отношение к своей работе. Режиссер должен умереть после премьеры. Это писал Станиславский, остальные. Вот так он умел делать. За большие заслуги в развитии культуры и искусства в 1992 году Николаю Васильевичу Курчакову присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Чувашской республики». В 2001-м народный артист Чувашской республики. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До свидания. Хороших вам выходных.